Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с этим воскресным днем, с днем, который в церковном календаре называется «Неделей о Страшном Суде». Осталась одна неделя, одна седмица до начала Великого Поста. Сегодня мы в последний раз вкушаем мясную пищу. На предстоящей неделе мы сможем в течение всех дней вкушать пищу молочную и рыбную, а затем наступит Великий Пост. И не случайно Церковь выбрала для сегодняшнего богослужения чтение из послания апостола Павла к Коринфянам, которое начинается со слов «Пища не приближает нас к Богу». Это слова, которые все мы должны услышать и запомнить в преддверии Великого Поста. «Пища не приближает нас к Богу». Ни мясо, ни рыба, ни овощи, ни другие виды пищи не могут ни приблизить нас к Богу, ни, добавим, отдалить нас от Бога. Но это не значит, что мы не должны поститься, что мы можем с пренебрежением относиться к церковным правилам относительно поста. Это просто значит, что пост, как воздержание от тех или иных видов пищи, является средством вспомогательным. Не пост приведет нас ко спасению, а те добрые дела, о которых мы слышали в сегодняшнем евангельском чтении. Господь говорит нам о том, по какому принципу Он будет отделять овец от козлов на страшном суде. И Он не говорит нам, что те, которые ели мясо, встанут по левую руку, а те, которые ели овощи, встанут по правую руку. Он не говорит нам, что те, которые молились по три часа в день, встанут по правую руку, а кто молился по три минуты в день или вообще не молился, встанет по левую руку. Он не говорит нам, что те, которые соблюдали те или иные правила, каноны, встанут по правую руку, а кто их не соблюдали, встанут по левую. Он дает нам очень простой и очень ясный и очень внятный критерий, по которому будут отделяться овцы от козлов, по которому одни будут становиться по правую руку от Господа и наследовать жизнь вечную, а другие по левую руку и наследовать муку вечную. И этот критерий – наше отношение к нашим ближним. Вот если человек обратился к нам за помощью, а мы ему отказали, если человек страдал, а мы ему не помогли, если человек оказался в беде, а мы ему не посочувствовали, если человек оказался без денег и просил у нас помощи, а мы не дали, если человек оказался в темнице, а мы его не посетили, вот во всех этих и в подобных этим случаях мы не просто человеку отказали, а мы самому Христу отказали, потому что Христос приходит к нам через наших ближних. А если мы людям помогаем, если мы людям делаем добро, если мы откликаемся на человеческую беду, на страдания наших ближних, то добро, которое мы оказываем нашим ближним, мы оказываем самому Христу. Так, по крайней мере, сам Христос сказал своим ученикам. И именно эти слова напоминают нам о том, как на страшном суде будут судимы люди. Есть, конечно, такая категория людей, вроде бы и верующих, которые говорят, мы не нуждаемся в ритуалах, мы не понимаем, что происходит у вас в церкви, мы стараемся делать добро, и мы имеем Бога в душе. Господь не к этому призывает, не к тому, чтобы мы оставили церковь, оставили храм, оставили богослужения, перестали соблюдать посты и только бы говорили, что Бог у нас в душе и что мы делаем добрые дела. Господь и Святая Церковь призывают нас понимать, что в жизни главное, а что второстепенное, что в духовной жизни должно стоять на первом месте, а что стоять на втором, третьем и последнем месте. Церковь призывает нас правильно расставлять приоритеты. И вот, когда мы готовимся к Великому посту, мы, конечно, готовимся к тому подвигу телесного воздержания, который должен нам помочь на пути ко спасению. Но еще и еще раз вспомним о том, что пища не приближает нас к Богу, а приближают нас к Богу добрые дела. И мы в первые дни Великого поста будем слышать за богослужением слова о том, что такое истинный пост. И нам будет сказано, и Церковь напомнит нам, что истинный пост – это воздержание от зла. Истинный пост – это когда мы алчущих накормим, когда мы бездомных введем в свой дом, когда мы больных посетим, когда мы страждущим поможем. Истинный пост – это истинный пост именно то, о чем говорит нам в сегодняшнем Евангелии Господь наш Иисус Христос. «Если вы будете делать добро вашим ближним, вы сделаете это мне. А если вы не будете делать добро, если вы пройдете мимо страждущего, больного, нуждающегося в вашей помощи, то значит вы пройдете мимо меня». И вот случается с людьми, что, будучи как будто бы членами Церкви, будучи воцерковленными и зная церковные правила, люди проходят мимо самого главного, мимо самого Христа. Они соблюдают те или иные предписания, те или иные правила, подобно фарисею, который постился дважды в неделю, который давал десятину и который был уверен, что соблюдением этих правил он угодил Богу и исходатайствовал себе спасение. Но Господь напоминает нам о том, что христианская жизнь – это непрестанный подвиг следования за Ним, следования по Его стопам. И Господь напоминает нам о том, что судимы мы будем по нашим добрым делам или по их отсутствию. Вот о чем Святая Церковь напоминает нам в этот день, в преддверии Великого Поста, к которому мы готовимся, как к духовной весне, которая поможет нам духовно возродиться, которая поможет нам духовно и телесно очиститься от всякой скверной плоти и духа, и в радости духовной встретить праздник Святой Пасхи. Я хотел бы сегодня сердечно поприветствовать Белградский мужской хор, который участвовал в нашем богослужении. Рано утром они встали для того, чтобы приехать сюда на автобусе из Сербии. И вместе сегодня мы молились, слушали прекрасное русское и сербское пение. И, может быть, это не случайно, потому что сегодня годовщина интронизации Святейшего Патриарха Сербского Порфирия. И наше прекрасное богослужение свидетельствовало о той тесной и глубокой, и многовековой, и нерасторжимой духовной связи, которой скреплены наши народы и которой скреплены наши церкви. Я хотел бы сердечно приветствовать вас, дорогие братья, пожелать вам помощи Божией в ваших трудах. И надеюсь, что еще не раз вы сможете предпринять это путешествие из Сербии в Венгрию, для того, чтобы мы вместе могли помолиться перед престолом Божиим и прославить Господа прекрасным церковным пением. А всех вас, дорогие братья и сестры, еще раз сердечно поздравляю с праздником. Храни вас всех, Господь!